МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большинству удалось добиться жилья только через суд. Почему и когда исправят ситуацию? Первая жертва нового законодательства о долевом жилищном строительстве появилась в крае. С какими проблемами столкнулись застройщики? Сегодня губернатор края Виктор Томенко вручит жителям региона государственные и региональные награды. Церемония пройдет в Большом зале правительства Алтайского края. В списке награжденных 40 жителей. В их числе работники культуры, педагоги, медицинские работники, аграрии, производственники и другие. Телеканал Катунь-24 будет вести прямую трансляцию мероприятия начала в 11.00. И один из тех, кого наградят сегодня, хирург отделения гнойной хирургии краевой клинической больницы Дмитрий Морозов. 60 лет он провел за хирургическим столом и спас тысячи жизней. Сегодня ему вручат орден за заслуги перед Алтайским краем второй степени. Накануне торжественной церемонии с ним встретилась Анастасия Меньшакова. Надо всегда думать в первую очередь о больном, а потом о себе. Тогда будет правильно. По такому принципу заслуженный врач России Дмитрий Никитич Морозов работает уже 60 лет. Все началось со Смоленского мединститута. Окончив его, переехал в Алтайский край и устроился в Куринскую районную больницу. И сразу на должность главного врача. Причина столь стремительной карьеры – кадровый дефицит. Первое время Дмитрий Никитич жил в рабочем кабинете. Хотел быть рядом с пациентами постоянно. Туда приезжаю, пять врачей. Значит, я был хирургом. И мне попала хирургия раз, акушер-гинекология два, лорболезни три, глазные четыре, кожно-венитические болезни пять. Это на меня все больные попали. Ну что, пришлось, с книжками спал под подушкой. Еще мне повезло, почему. Соседние районы, Краснощоковский район, 35 километров от Курьи, хирурга не было. Они все ко мне шли. В таком сложном ритме проработал много лет. А затем перешел в краевую клиническую больницу, где возглавил новое тогда отделение гнойной хирургии. За 42 года работы здесь разработал и внедрил десятки методик лечения больных хирургического профиля. Например, щадящий способ лечения геморроя. А также придумал способ сократить время обработки рук перед операцией с 30 минут до трех. Но патентовать не стал. Говорить на это не было времени. Как и на увлечение. Даже порой домой прихожу и все вспоминаю, что я за рабочий день сделал. Особенно, когда работал в районе, какие операции. Даже порой ночью просыпался, ну и перед сном ходил тяжелых больных смотреть. Понимаете так? Вот, а как только этим делом вот сюда это попадешь, потом на остальное время очень мало будет. О пенсии Дмитрий Никитич даже не задумывается. Как всегда, боится оставить пациентов. Врач все еще ассистирует во время операции и консультирует молодых коллег. Дмитрий Никитич, ну, это один из таких, сказать, моих первых наставников в отделении, от которого много опыта переняли. Ну, это очень уважаемый человек в отделении всегда. Если есть какой-то трудный и затруднительный момент, мы привлекаем его к помощи, просим его совета, как поступить в определенных ситуациях с определенными пациентами, как дать ему шанс спасти жизнь. У Дмитрия Никитича уже есть почетное звание заслуженного врача Российской Федерации и медаль Алтайского края за заслуги в труде. А сегодня в его копилке еще одна награда. Это благодарность за тысячи спасенных жизней. Анастасия Меншакова, Антон Червяков. Новости. 68 детей-сирот в городе Бийске получили современные квартиры в новых домах с благоустроенной придомовой территорией. В прошлом году на обеспечение жильем этой категории лиц было выделено более 480 миллионов рублей. А в этом году еще больше. Всем ли довольны новые жильцы, узнавала наша съемочная группа. Квартиры в этом новом доме на улице Социалистическая, 26 Кристина Криштикайте добивалась 6 лет. За это время уже успела завестись с семьей, появился ребенок. Сначала, как и большинство, женщина просто стояла в очереди и ждала. Будучи 4712-й, поняла, что очередь не движется. Обратилась в суд. Теперь у семьи Криштикайте просторная по современным меркам евродвушка. Своё жилье на своё жилье. Я даже не знаю как. Но я была очень рада, что получила. Потому что жили с родителями, охота своё жилье. И вот когда оно попали, мы рады были очень. Жильё для категории детей-сирот сдаётся с минимальной финишной отделкой и уже установленными санитарно-техническими приборами. Просто завози мебель, въезжай и живи. Сами новосёлы работы и строители довольны. У Надежды Кузнецовой похожая история. Получила квартиру в этом же доме. На очереди стояло пять лет, за которые сама очередь продвинулась только на пять человек. В итоге ей тоже пришлось обращаться в суд. Позвонили из регионального жилищного управления. И оповестили меня о том, что 29-го нужно приехать и заключить договор социального найма. По сути, у детей-сирот и оставшихся без попечения родителей сегодня две очереди на получение жилья. Общая, которая практически не двигается, и отдельная судебная, поскольку судебные решения выполняются прежде всего. Но уже в ближайшее время ситуация может кардинально измениться. Со слов Оксаны Вишнёвой, начальника отдела учёта и предоставления жилых помещений регионального жилуправления, С 2018 года лимиты на обеспечение жильём детей-сирот увеличились в два раза, в том числе за счёт краевого бюджета, и будут расти дальше. Так, в 2019 году из краевого и федерального бюджетов на эти цели выделено почти полмиллиарда рублей. Уже мы приобрели 101 квартиру. Это одна квартира в городе Барнауле, 64 квартиры в городе Бийске и 36 квартир в городе Новоалтайске. Практически все уже квартиры предоставлены гражданам данной категории по договорам специализированного найма. Финансирование, во-первых, увеличивается с каждым годом, и вот в течение этого года планируется ещё приобретать квартиры. Если объёмы приобретения квартир для детей-сирот будут продолжать расти, как последние два года, то в скором будущем у этой категории граждан просто отпадёт необходимость обращения в суд за предоставлением жилья. Константин Ганов, Сергей Балуев, Новости. Первая жертва нового законодательства о долевом жилищном строительстве появилась в Алтайском крае. А по стране таких насчитывают уже больше четырёх тысяч. Такие данные озвучил общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский. Напомним, по старому законодательству деньги за квартиру в строящемся доме поступали напрямую застройщику. Теперь по-новому при покупке ещё не построенной квартиры деньги поступают не застройщику, а банку на специальный счёт «Эскроу». И уже банк одобряет застройщику кредит на строительство дома. Но это в идеале. На деле причин для отказа в кредитовании у банков более чем достаточно. По этой причине несколько строительных компаний в России, в том числе и Барнаульская «Гранит», прекратили своё существование. А по четырём тысячам объектов в стране сдвинулись сроки строительства. Причина та же – не могут получить проектное финансирование от банков. Но и тем, кто деньги получил, радоваться рано. Банк в любой момент может приостановить доступ застройщика к кредитным ресурсам, как это и произошло с двумя объектами Барнаульской компании «Домстрой». Сегодня они возводят объекты за счёт собственных ресурсов. Здесь дом практически в этом. Все структуры, которые задействованы в этой реформе, должны понимать как минимум специфику строительства, её технологию. Получается, что строителю понятно, как он должен двигаться, куда идти, какие документы предоставлять. Но и финансовая организация должна повышать свой профессионализм. Кто виноват? Несовершенное законодательство, которое ещё не отработано, или кураторы строительной отрасли от банковского сообщества? Расскажем в вечерних выпусках, а также подробно обсудим с экспертами в программе «Интервью дня» смотрите в 17.15. И к новостям культуры. Коллективы Государственной филармонии Алтайского края примут участие в традиционном литературном фестивале Роберта Рождественского. Сегодня перед Алтайским краевым театром драмы произойдёт музыкальный праздник. Один из основных участников – симфонический оркестр филармонии, дирижёр Дмитрий Лузин. В его сопровождении выступят столичные гости. Заслуженные артисты России Евгений Дятлов, Алёна Свиридова, а также вокальный ансамбль Павла Шаромова из Новосибирской областной филармонии. Все они большие почитатели творчества Роберта Рождественского, а в их репертуаре немало песен, написанных на его стихи. Многие из них прозвучат сегодня под открытым небом. Также в концертной программе вокалисты и музыканты исполнят произведения композиторов, работавших в соавторстве с Робертом Рождественским. Начало концерта в 18.30 по адресу улица Молодёжная, 15, а завершится фестиваль 22 июня в Косихе большим праздником с выставками, экскурсиями, народными гуляниями. Там также выступят Евгений Дятлов, Алена Сверидова и ансамбль Павла Шаромова. И на этом всё. Следующий выпуск новостей смотрите в 13.00. С вами была Анастасия Борисова. Не переключайтесь.